Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Порочная страсть. Женщина в черном. На дворе конец 19 века. Но хотя люди и пользуются автомобилями, железными дорогами и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Кипс вынужден оставить своего 4-летнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Илмарш. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над девушкой нависла тень мрачной тайны, как даже рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное. Этому значительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни. Джек Ричард Снайпер убивает нескольких случайных прохожих. Его находят и арестовывают. Все улики указывают на него. На допросе вместо признания он пишет имя Джек Ричард. Больше обвиняемый не может ничего сказать, поскольку после избиения заключенными впадает в кому. Загадочный Джек Ричард появляется незамедлительно. Что теперь будет с убийцей? Чужие глаза В Париже на вокзале Ауфтерлиц в результате взрыва погибли 17 человек, 34 радины. Полиция предполагает, что к теракту причастна исламистская группировка. Анонимный хакер, желая добиться справедливости, берется самостоятельно расследовать дело и выяснить, кто совершил взрыв. Взломав все городские камеры наблюдения, он быстро вычисляет исполнителей и заказчика. Капитан Филлипс В начале апреля 2009 года, близ берегов Африки, несколько сомалийских пиратов атакуют и пытаются захватить массивный контейнеровоз. Команда корабля активно сопротивляется и в конце концов не дает взять себя в плен. Захватчики вынуждены ретироваться и покинуть судно на небольшом катере, прихватив с собой немолодого капитана Ричарда Филлипса. Экипаж Опытный пилот Уип Вайтекер чудом избегает крушения самолета и, совершив аварийную посадку, сохраняет жизни практически всех пассажиров. Уип отчествует как героя, но чем больше появляются подробности о катастрофе, тем больше вопросов возникает. Что же на самом деле произошло на борту самолета? Операция Арго 2012 года 4 ноября 1979 года революция в Иране достигает своего апогея. Исламисты штурмуют посольство США в Тегеране и берут в заложники 52 американца. Но в этом хаосе шестерым удается ускользнуть и найти прибежище в доме канадского посла. Понимая, что их обнаружение и, вероятнее всего, убийство – всего лишь вопрос времени, Тони Мендес, специалист ЦРУ по тайному вывозу людей из страны, предлагает рискованный план безопасной эвакуации. План столь невероятен, что такое бывает только в кино. Патруль. Лос-Анджелес. На первый взгляд, это самый обычный город, живущий своей жизнью. А вот если копнуть поглубже, туда, где обитают преступные группировки и криминальные общины, «Понимаешь, как сложна работа тамошних полицейских?» Тело. Грузовик сбивает человека, убегающего от кого-то или от чего-то в панике. Прибывшие на место полицейские выясняют, что это ночной сторож из близлежащего морга. Так что так напугало несчастного? И куда делся из отсека Н3, недавно привезённый в морг труп? Машина. Из-за нестабильной обстановки в мире, британское министерство обороны нуждается в получении нового оружия. Ведущий учёный Винсент Маккарти предоставляет своё решение этого вопроса. Машина – это андроид с непревзойдёнными физическими способностями. Когда программная ошибка заставляет опытный образец разрушать его лабораторию, Маккарти вербует эксперта по искусственному интеллекту АВА, чтобы помочь ему использовать полный потенциал машины-убийцы. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok